Итак, начнём. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Рядом со мной Вадим Кругляков, он представитель группы обманутых клиентов компании «Телетрейд» и юрист Алексей Борисенко, который представляет интересы группы обманутых клиентов «Телетрейд». Здесь мы сегодня собрались по той причине, что на компанию «Эмилидиус», на меня лично и на моего партнёра Эльвиру Гаврилову была организована информационная атака. Мы провели расследование и обнаружили, что заказчиком и исполнителем этой информационной атаки является компания «Телетрейд». Почему мы так решили? Во-первых, мы увидели, вот здесь на слайде можно увидеть, сейчас показываю, на страничке сотрудника компании «Телетрейд» Максима Головачёва есть информация об этом, где, в принципе, подробно расписано, почему и кто организовывает эту атаку. Значит, ну, в принципе, в чём заключается суть этой атаки, смысл? Суть атаки заключается в том, что были сфабрикованы факты якобы сотрудничества компании «Эмилидиус» с руководителем исполнительной службы так называемой Донецкой Народной Республики Алексеем Муратовым. Якобы компания «Эмилидиус» помогает по рекламе каких-то криптовалют. Значит, появилась статья, здесь на слайде сейчас можете увидеть скрин этой статьи, называется она следующим образом. «Главарь ДНР Алексей Муратов нанял агентство «Эмилидиус» для продвижения на Украине криптовалют «Призм». Непонятная криптовалюта, неизвестные люди. Значит, вот подобная статья вышла не одна, ещё была опубликована серия подобных статей, здесь на скрине, в следующем экране вы можете увидеть на слайде. Здесь есть такие ресурсы, как «Лови момент», «Ком.юа» опубликовано, подобное «Юа и репортер кома», который я уже говорил. И также был опубликован ещё пост на сепаратистской странице в Фейсбуке под названием «Новороссия». Там вот была также опубликована подобного рода статья. Но стоит отметить, что организаторы этого фейка не остановились на публикации этих статей. Они ещё взяли фотографию с Эльвирой Гавриловой. Вот эта фотография, вы её можете видеть. Здесь на этой фотографии Эльвира Гаврилова сфотографирована с Олегом Ляшко, это депутат 5-6-7 созывов Верховной Рады. Фотография была в 2018 году опубликована в интернете, она есть в свободном доступе. Это фотография из конкретной статьи на «Комсомольской правде» в Украине. Называется эта статья Эльвира Гаврилова. Шеф-редактор финансов провела ряд встреч с политиками в здании Верховной Рады Украины. Как вы понимаете, эта фотография была в свободном доступе в интернете. Её взяли и заменили, вырезали просто с помощью фотошопа лицо Олега Ляшко. И поместили вместо его лицо, вставили фотографию лицо Алексея Муратова, одного из главаря так называемой Донецкой Народной Республики. И опубликовали это на Фейсбуке Новороссий. Я так понимаю, что у организаторов есть, наверное, свои каналы с этим ресурсом, и они попросили, те опубликовали. Нужно отметить, что сделали всё очень похабно, потому что если приблизить эту фотографию и увидеть, как вырезано, вы увидите очень низкое качество работы в фотошопе. Любой человек, даже не профессионал, увидит, что это вырезанная, вставленная фотография, абсолютно не имеющая отношения к действительности. Ну, создателям вот этого чернушного фейка, значит, на самом деле показалось этого мало. Они пошли дальше и решили очернить Эльвиру Гаврилову и дальше. Мы думаем, что организаторы, и это всё было по команде одного из учредителей телетрейда Олега Суворова, значит, подальше в этой статье они говорят о том, что якобы в словах Эльвиры Гавриловой есть какой-то потайной смысл, перековеркивали её песню, и ещё очень явно намекает на то, что у Эльвиры есть якобы ещё какие-то интимные отношения с этим человеком, с этим Алексеем Муратовым. Ну, стоит отметить, что, конечно, это всё ложь, фейк, и никогда компания «Амелидиус», я лично, и Эльвира Гаврилова, не взаимодействовали ни с какими сепаратистами, а уж тем более с подобным человеком, как Алексей Муратов. Хочу сказать, что Эльвира, наоборот, всегда продвигала украинские ценности за границей и здесь у нас в Украине. Она создала замечательный проект, который называется «Топ-100 гордости, красота Украины». Об этом проекте все знают, и этот проект является очень патриотическим проектом. Значит, на этом не остановились телетрейдовцы, и организовали ещё один сайт, сайт фейковый, сайт, созданный якобы бывшим сотрудником компании «Амелидиус», которого зовут Егор Филимонов. Естественно, в нашей компании никогда такого человека не было, никто о нём не слышал, не знает. Мы можем с вами сейчас увидеть фрагмент этого сайта. Сайт выполнен в классической манере их. Здесь обвинения, здесь угрозы, здесь матершина, можете увидеть это. Ну, в общем, рассказывается о том, что все сотрудники, в общем, их оскорбляют, оскорбляют меня лично, компанию. Ну, всё это, ещё раз говорю, никакого отношения к действительности не имеет, но по той лишь причине, что все те сотрудники, которые здесь описываются в этой статье, они ведут активно абсолютно прозрачную деятельность, как и наша компания «Амелидиус». Мы всегда работали открыто, честно, в социальных сетях, всегда публиковали всё то, чем мы сейчас занимаемся, как это происходит. Естественно, видео, фотоматериалов было много. Сотрудники это всё взяли, так называемый сотрудник, Егор Филимонов и вся эта компания взяли эти все фотографии, дальше описали их по своему определённому методу в свойственной им манере. Стоит отметить ещё, что сегодня на компанию «Амелидиус» за последние несколько недель появилось огромное количество негативных заказных отзывов. Вот здесь, на следующем слайде, вы также их можете увидеть, мы сделали скрины. Никогда не было никакого негатива ни со стороны сотрудников, ни со стороны клиентов, ибо от последних нескольких недель огромное количество появилось сразу со всех сторон на компанию «Амелидиус». Понятно, что это фейковые отзывы, и их сейчас на сайтах отзывовиков появилось, как вы видите, довольно много. Помимо этого, в данной статье ещё говорится о том, что мы, имеется в виду компания «Амелидиус», каким-то образом связана с какой-то атакой на господина Чухно. Могу сказать официально, что никогда не был знаком с этим человеком, никогда мы, компания «Амелидиус», не оказывала Чухно никаких услуг, никогда не пересекались и не взаимодействовали. Также в этой статье говорится на этом сайте, говорится о том, что компания «Амелидиус» как-то связана с какими-то поджогами автомобилей, с какой-то гражданкой Анной Б. Ну, таким же Макаром можно говорить, что завтра появится какой-то Михаил Зет, Ефим Же и так далее и тому подобное. Это всё, конечно, несерьёзно, и ничего, никаких фактов, подтверждающих этого, естественно, нет. Таким же успехом можно завтра сказать, что «Амелидиус» как-то причастна к смерти Кеннеди и так далее. Ну, всё это, естественно, цирк и выдуманные, высосанные из пальца какие-то догадки, вот, и никакие не факты. Значит, созданием, ну, есть угрозы на этом сайте. Вот, в частности, одному из сотрудников нашего, Юрию, на этом сайте явно намекнули, что его автомобиль вскоре могут кто-то поджечь. Ну, это явные угрозы. Обвиняют ребят кого-то в мошенничестве, кого-то даже в пьянстве и так далее. Ну, это, на самом деле, очень грязно, низко, с матами, в свойственном их манере. Что ещё хочу добавить? Конечно, на этом ещё не остановилась компания «Телетрейд». Они опубликовали ряд статей, в которых говорят, что компания «Амелидиус» их атакует. Вот эти статьи, давайте на них посмотрим. Первая статья на ресурсе «Обозреватель». «Телетрейд» называет «Исполнитель информационной атаки». Здесь говорят, что «Амелидиус» является компанией, которая их атакует информационно. Ещё одна такая статья была на ресурсе «В городе». Можете её увидеть. Ещё одна такая статья была на ресурсе «Зна.юа». Говорят, что компания «Амелидиус» раньше защищала «Телетрейд», а сейчас их обижает, атакует. Я могу сказать, что компания «Амелидиус» с компанией «Телетрейд» действительно работала. Это не секрет. Но в ноябре 2019 года мы с компанией «Телетрейд» прекратили взаимоотношения. По той причине, что там сменилось руководство. И, соответственно, по моральным соображениям мы не стали работать с новым руководством и с этой компанией прекратили взаимоотношения. Позже к нам обратились люди, обманутые этой компанией. В частности, Вадим и группа обманутых клиентов этой компании. Показали нам видео, показали нам доказательства, показали нам факты того, как работает компания «Телетрейд». И, соответственно, мы, увидев все это, ну, во-первых, для себя абсолютно точно поняли, что правильно мы сделали, что перестали взаимодействовать с этой компанией. Ну, а во-вторых, конечно, мы решили помочь этой группе. Каким образом мы помогаем? Мы оказываем консультации, а уже Вадим и инициативная группа их обманутых клиентов сами все реализовывают. Мы делаем исключительно консультации, помогаем и делаем это все исключительно в рамках закона. Хочу добавить, что, ну, наверное, так, разберем причины, почему же «Телетрейд» опустился до таких интриг, опустился до такой лжи. И вот начал организовывать подобную атаку на компанию «Мелидиус» и на группу обманутых клиентов «Телетрейд». Все очень просто. «Телетрейд» сейчас боится. На них навели прожектор, осветили их деятельность, осветили их, самих организаторов. И, соответственно, им стало страшно. А почему? Ну, давайте мы подробнее разберем, что такого в деятельности «Телетрейд» есть, что доставляет им дискомфорт. Во-первых, на «Телетрейд» возбуждены уголовные дела по всему миру. Первое. Возбуждены уголовные дела на территории Российской Федерации. Здесь можно увидеть, например, статья на известном ресурсе «Коммерсант». На ней написано, что владельцу «Телетрейд» Владимиру Чернобаеву, племяннику Суворову, объявлены подозрения. Конкретно это возбуждение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупной размере». Ну, это статья на ресурсе «Коммерсант.ру». Подобного рода статья есть на ресурсе «Ведомости», тоже всем известно. Также такую же статью мы можем увидеть, вот сейчас также можете увидеть на слайде, на известном ресурсе «РБК». Тоже написано о том, что Чернобаю и Суворову, курирующую финансовый блок в компании «Телетрейд», были предъявлены обвинения по той же самой статье «Мошенничество в особо крупном размере». Соответственно, мы можем с вами посмотреть видео, сейчас вот демонстрирую. Это видео официального канала московских силовых структур, видите, табличка «Телетрейд». Это опуски в этой компании, как они проводились. Это есть на официальной странице «Ютуба». Ссылку вы видите на слайде. Сумки, телефон, личные вещи, выставили здесь все. Документы. Документы. И что? Вернуться, вернуться, не переживать. Никуда не лезем, в плане подходим. Оставляем, выходим, становимся в застеночке. Вот таким вот образом проходили обыски. Как вы понимаете, после таких обвинений Владимир Чернобай был вынужден бежать из страны вместе с его племянником Олегом Суворовым. И их на сегодняшний день на территории Российской Федерации нет, потому что уголовное дело-то открыто, они сейчас прячутся за пределами Российской Федерации. Вот об этом мы можем увидеть на статье «Коммерсант». В международном розыске он, Чернобай имеется в виду, находится с октября прошлого года вместе с племянником Суворовым, курирующим компанией «Финансовый блок». Обоих следствия считают организаторами мошеннической схемы, по которой у клиентов одного из крупнейших форекс-дилеров было похищено более 1 миллиарда рублей. Это большие деньги. Это статья, еще раз говорю, опубликованная на ресурсе «Коммерсант». Подобного рода мероприятия, подобного рода уголовные дела были заведены еще и в Казахстане в мае 2020 года, то бишь этого года. Мы можем это увидеть с вами на известном ресурсе «Форбс». Сейчас я вам опубликовал скрин этой статьи. Это «Форбс. Казахстан», где пишут. «В рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и выдворен один из руководителей Телетрейд «Централ Айжа». Дальше мы можем с вами увидеть видео из казахского телевидения по этой ситуации. ...компании задержали в Алматы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, глава компании «Телетрейд «Централ Айжа» похищал деньги клиентов и выводил их на офшорные счета. Люди были уверены, что играли на электронной бирже. К нам обратилось более 70 потерпевших с заявлениями о том, что в отношении них было совершено мошенничество. Ущерб есть. Более 500 миллионов тенге общий ущерб причинен гражданам. Суть их деятельности заключалась в том, что они обещали гражданам, скажем так, участие на международных торгах, Форекс. Деньги их не переводили в электронные деньги. Им показывали, что вот вы участвуете на торгах. Фактически торгов никаких не было. Гражданам обещали большую прибыль, но их деньги, как заявляют в полиции, тут же поступали на зарубежные счета мошенников, а после обналичивались. В компанию обманутые приносили от 2 до 30 тысяч долларов. Обыски прошли в шести регионах. Представительства компании опечатаны в Нур-Султане, Алматы, Шимкенте, а также в Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях. Оперативники уверены, задержанный действовал не один, у него были сообщники. К слову, по той же схеме обманывали россиян. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших. Стоит добавить, что на дочернее предприятие Телитрейд в Казахстане, называется оно Wall Street Invest Partners, это аналог украинского центра биржевых технологий, только в Казахстане, было также возбуждено уголовное дело, и об этом также есть публикация на известном сайте. Можем ее сейчас с вами увидеть. Процитирую статью. В МВД Казахстана предполагает, что руководители Телитрейд-центра «Лайджа» и Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах. Свою деятельность эти организации осуществляли, прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией Телитрейд-Диджей-ЛТД. Это то, что есть опубликовано на официальных СМИ Казахстана. Интересен еще и тот факт, если мы с Казахстана вернемся в Украину, что в апреле 2019 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, это можем увидеть сейчас на слайде, мы видим, что мы находимся на сайте этой компании, и мы видим, что Национальная комиссия предупредила инвесторов в Украине про высокие риски потери денег в компании «Центр биржевых технологий». Это публикация 25.04.2019 года. Стоит добавить еще, что обращений граждан, обманутых людей в адрес компании Телитрейд по всему миру огромное количество. Сейчас я вам покажу лишь некоторые страницы тех сотен жалоб, которые есть. Это можно увидеть на слайде. Вы видите, страница за страницей по 10, по 5 различных. Гражданское дело с номером, гражданское дело с номером, иски в суд и так далее. Вы можете увидеть, страницы не заканчиваются. Огромное количество. Извините, а просто непонятно, а какого года эти публикации? Все публикации, материалы я в обязательном порядке потом предоставлю. Можно будет ознакомиться, если сейчас плохо видно. Там и свежие есть, и прошлого года я видел, и 2020 года я также видел. То есть там достаточно много, вы потом ознакомитесь. Давайте мы договоримся так, что вопросы мы будем задавать в конце. Если они у вас будут, я обязательно на них отвечу. Итак, сейчас я на слайдах вам показал количество этих обращений, их много, потом передам. Еще я хотел показать один интересный сюжет, который сняли на родине. Восьмого отправляются на строительство пирамид. Ушлые дельцы не просто сулят сверхприбыль и фантастические проценты. Они обещают сделать из вас суперуспешного брокера и полноценного игрока на рынке. Почему же 99 из 100 оказываются в проигрыше? И кто тот везунчик, кому достается все? Выяснял Павел Мельник. Конкистадоры не там искали. Страна Эльдорадо найдена. Сказочные богатства здесь, в самом центре столицы. Наша съемочная группа на консультации по инвестированию обещают сверхдоходы. Жизнерадостный голос из динамиков и огненно-красные тона в отделке задают настрой прямо с порога. Здесь начинается история успеха, гласит реклама. Компания специализируется на инвестициях валюты и ценной бумаги. Одна из торговых стратегий показала фантастические 6000% годовых. Брокерам с Уолл-стрит такое и не снилось, а в Москве – пожалуйста. Консультант поясняет это для тех, кто не боится рисковать. Для всех остальных есть инструменты попроще, но тоже с небывалым доходом. На текущий момент лидирующую позицию снимает сбалансированный портфель. Его среднегодовая доходность в районе 95%. Эта женщина однажды уже поверила в сказку. Теперь просит не снимать лицо, фамилию изменить. Шапку надвигает прямо на глаза. Ее близкие еще не знают, что трейдеры увели у семьи все сбережения. Деньги 84 тысячи долларов. За несколько дней все исчезло. Куда исчезло, так и непонятно. Сладкие обещания – их оружие, обаяние, инструмент. Трейдеры, как они сами себя называли, откуда-то узнали. После продажи квартиры в Москве у Натали Ткачевой на счетах – миллионы рублей. Потенциальный клиент. Оставалось лишь убедить его, что вклад в банки – это ненадежно. Совсем другое дело фонд. Под контролем настоящих профи, скупая акции и торгуясь на бирже, можно выйти на хороший доход. Как они меня обхаживали. Вот давайте все, все к нам. Наталья Михайловна, вы вот будете как сыр и масло кататься. Респектабельный офис в деловом центре столицы. Ткачева утверждает, что именно здесь, на вершине башни федерации, она подписала договор на передачу средств в управление. Атмосфера роскоши и успеха. Как тут не поверить, что опытный трейдер и правда приумножит немалый капитал. Счета опустили уже через несколько месяцев. Трейдер исчез, Наталья обратилась в суд, выиски отказали, нет состава преступления. Ведь деньги все вносили добровольно. Кому их вообще отдавали, адвокат разбирается до сих пор. Договор заключен с неким телетрейд-диджей ЛТД, который зарегистрирован... Не в российской республике. ...сан Винсен, всем высокого телетрейд. Этот телетрейд-диджей отношения не имеет. Офис на вершине небоскреба по-прежнему открыт, но тот самый трейдер уже работает в одиночку. Вновь уверяет клиентов, что беспокоиться не о чем. Разбогатеть можно и с меньшей суммой. Офис в Хохловском переулке, несколько тысяч долларов в кармане. И нам обещают, что доходы будут расти по часам. Допустим, можно портфель нормальный сделать. Доходность в районе, наверное, 15%. Поверить в чудо легко мешает только строка в договоре. Уровень защиты капитала. Это отметка, ниже которой состояние вкладчика уже не упадет. Чаще всего здесь значится ноль, то есть потерять можно все. Клиент до этой строки не доходит. Он уже считает в уме миллионы. В интернете сотни признаний несостоявшихся миллионеров. На лохах зарабатываю. Ну, я лох, нам не заработали. Ты лоханулся, у тебя не получилось. Ты потратил туда. Залил много своих денег. Не доверяйте никаким там вип-менеджерам, которые будут вам помогать. Они наняты дилерными центрами, чтобы помочь вам слить ваши идеи. Менеджеры, попавшие на кадры этой видеозаписи, судя по всему, ничем помочь уже не могут. Потому и отбиваются от клиентов локтями и кулаками. Так, 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 вы что делаете? Вы что делаете-то? Все проигравшие несчастливо одинаково, деньги им уже никто не вернет. О рисках предупреждали. Если человек собрался в такие форексные дела, ну пусть тогда относится к этому, как к некой игре, забаве, спекуляции, ничего не имеющей общего, разумеется, с инвестициями, со сбережениями. Привлекательная Шатенко спешит поделиться секретом успеха. В свои 23 года у нее уже дорогой немецкий кроссовер и стабильный доход в сотни тысяч рублей. Агрессивная реклама высокодоходных инвестиционных стратегий заполонила Рунет. Фирмы-однодневки играют на эмоциях пользователей. Нестареющая красавица, которой всегда 23, ей и правда хочется верить. Так начинаются истории обмана. Павел Мельник, Александр Боткин, Евгений Зинуров и Ксения Узунова. Неделя в городе. Вы увидели сюжет, который явно показывает, как работает это в России. Мы увидели, как это в Казахстане все происходит. А что касается Украины, как у нас это было? У нас в Украине также работала так называемая биржа трейдеров. Значит, это биржа трейдеров. Брала деньги клиентов в управление. Трейдеры этой организации, подконтрольный телетрейд, естественно, потом по команде руководства компании телетрейд, эти деньги сливало. Ну а деньги, как вы понимаете, переходили из счетов клиентов в счета руководителей этой организации. Вот именно так работала биржа трейдеров здесь в Украине. Я хочу вам показать сейчас видеопризнание одного из трейдеров, который работал в данном мошенническом проекте. Я Гарний Сергей Александрович, проживающий в городе Киеве. В 2014 году работал в проекте персональный трейдер в компании Телетрейд. Проект биржи трейдеров мне был передан счет в управлении, доверительное управление в размере 40 тысяч. И руководители этого проекта, Кликовкин и Цимбалюк, которые представлялись вымышленными фамилиями Титов и Яровой, Рекомендовали мне совершать убыточные сделки в пользу компаний, а также сливать счет в ноль для привлечения больших средств. И на сегодняшний день, узнав, что на компанию открыто ряд уголовных дел, решил подать заявление в правоохранительные органы, чтобы помочь вернуть инвесторам свои средства. Вот именно таким образом потерял свои деньги Вадим Кругляков и многие другие клиенты Телетрейд, которые сейчас находятся в группе обманутых клиентов Телетрейд. Ну, я передаю слово Вадиму Круглякову. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Кругляков. Я возглавляю инициативную группу обманутых клиентов компании Телетрейд. И сейчас призываю объединиться всех клиентов, которых в свое время обманул Телетрейд в Украине и в других странах. Сейчас коротко свою историю изложу без особых подробностей. Я вложил деньги в компанию Телетрейд. Мне дали трейдера по фамилии Виктория Баланова, которая по команде руководства слила мне счет. В принципе, все точно так же, как было со всеми другими. Таких, как я, в Украине очень много. А в мире даже не счесть. Чтобы вы понимали, недавно я получил 30 тысяч долларов от директора компании Телетрейд в Украине Сергея Сараяна. Получил я эти деньги в обмен на расписку, которую я написал о том, что не буду предъявлять претензий и буду молчать. Пожалуйста, мой клиентский договор на слайде с Телетрейдом. Спасибо большое. Я хочу заверить всех, что эти 30 тысяч долларов я и моя инициативная группа потратим на разоблачение мошенников. И хочу сказать огромное спасибо компании Амелидиус, а также всем юридическим компаниям, общественным организациям и бывшим сотрудникам Телетрейд, которые совершенно бескорыстно помогают нам в нашей борьбе с этими мошенниками. Еще хочу добавить, что есть уже существенные результаты нашей борьбы. 4 сентября в пятницу я посетил офис компании Телетрейд в Одессе. И там меня по ошибке задержали работники СБУ и прокуратуры. Они приняли меня за сотрудника компании Телетрейд. Оказалось, что они проводят обыски во всех офисах компании, изымают документацию и ордтехнику. Меня, конечно, опросили. И я узнал, что таких потерпевших, как я, в Украине очень много. Мы будем передавать гласности всю деятельность нашу по борьбе с этими мошенниками. А также обнародовать материалы, которые будем получать от правоохранительных органов по официальным каналам. В ближайшее время мы готовим пресс-конференцию в Польше и других странах Европы. Большое спасибо. Я закончил. Спасибо, Вадим. Я хотел прояснить ситуацию и объяснить, что цель компании «Мелидиус» сегодня – показать, осветить истинную картину противостояния взаимоотношений обманутых клиентов Телетрейд и самой организации Телетрейд. На сегодняшний день мы имеем факты. На компании Телетрейд возбуждены уголовные дела в разных странах. Я вам это сегодня продемонстрировал. Есть задокументированные свидетельства бывших сотрудников этой компании. Вы слышали, как минимум, сегодня официальное обращение одного из бывших трейдеров проекта «Биржи Трейдер». Третье. Есть свидетельства обманутых клиентов, таких как Вадим и много других. Вы видели их сотни в интернете. Можно увидеть реальных людей с реальными историями. И мы сегодня показали вам еще примеры инструментов, грязных инструментов атаки компании Телетрейд на компанию «Амелидиус», которую я представляю, на группу обманутых клиентов Телетрейд. Вы понимаете, из всего этого можно сделать вывод, с кем на самом деле сегодня нам приходится иметь дело, что это за компания. Я могу сказать, что сегодня мы показали вам те факты, которые свидетельствуют о том, как Телетрейд обманывал клиентов своих раньше. Но это далеко не все, что у нас есть. И будет следующая пресс-конференция. И на следующей пресс-конференции мы обязательно продемонстрируем то, как на сегодняшний день, как именно сегодня, и какими инструментами, и какими схемами компания эта обманывает своих клиентов. Мы, в принципе, все, что хотели сказать, сказали. И, скорее всего, на этом заканчиваем пресс-конференцию. А если у вас есть вопросы, то вы можете их задать. Спасибо. Катерина, журналист Политека. Вадим, вы сказали про обыск, и я не вижу... Я просто не нашла в реестре эту информацию, откуда такая информация про обыске СБУ, потому что у вас есть документальное подтверждение, или вы можете это показать в реестре? Я практически ничего документально подтвердить не могу. Я документально это на сегодняшний день подтвердить не могу. Но дело в том, что, когда я зашел, меня действительно остановили работники СБУ и Генпрокуратуры. Они представились. Дело в том, что я... И показали документы? Да, конечно. Они показали служебное установление. Это был офис генерального прокурора, а также киберполиция СБУ. Ой, киберотдел СБУ, извините. Но почему в реестре нет этой информации? Вы знаете, это я не могу сказать. Меня опросили, я дал объяснение подробное. Так, я потерпевший, являюсь потерпевшим. Может быть, почему? Потому что, скорее всего, что обрабатывается вся информация, все документы, которые были изъяты по всем офисам. Нет, но когда такое делают, это в реестр. Я просто журналист уже много лет, и даже у нас в редакции когда-то были обыски. Когда приходят с обысками, это уже официально все рефиксируется. Вы знаете, здесь я на этот вопрос вам ответить не могу. То есть подтверждений у вас нет? Да, нет. Спасибо. Богдан, к вам вопрос. Насколько я понимаю, ваша компания когда-то сотрудничала с Телитрейдом. Расскажите про это сотрудничество и в какие годы это было? Мы, как я уже сказал, закончили сотрудничество с компанией Телитрейд в 2019 году. Сотрудничествовали до этого несколько лет. С какого года? Можете что-то сказать? Я могу ошибаться. Точно не помню, но несколько лет. Это мы с 2017 года с ними взаимодействовали, если я не ошибаюсь. Оказывали стандартный ряд услуг, которые, в принципе, оказываем для других компаний. Мы организовывали подобные пресс-конференции в свое время. Организовывали ряд других пиар-услуг. Как с любым другим клиентом. Можете рассказать еще об Вагане Симоньяне? Из открытых источников я увидела, что он был топ-менеджером этой компании. Насколько я понимаю, он как раз работал в тот период, когда вы работали с Телитрейдом. Правильно? Ну, смотрите, первое, это не предмет, наверное, этой пресс-конференции, это раз. Второе, я с Ваганом Симоньяном... Нет, я как журналист, я пишу на эту тему, мне важно разобраться. Ну, окей, но я могу вам сказать, что с Ваганом Симоньяном, ну, лично, как бы в то время, я не взаимодействовал, я не знаю, был ли он клиентом, или там, как вы сказали, управляющим. И, скорее всего, что взаимодействовал, но добавить пока ничего не могу. Вы можете у него это лично спросить. Вадим, а вы когда пострадали от компании? Я пострадал в 2014-2015 год. Насколько я понимаю, как раз Симоньян был в тот период топ-менеджером этой компании. Вы знаете, был Сараян, Сергей Сараян такой был, в общем-то. Саркий Сараян – это тот человек, с которым мы взаимодействовали. А почему вы сейчас только решили об этом говорить? Почему вот решили? А я вам уже сказал, поменялось руководство компании Телетрейд в ноябре 2019 года, и по моральным соображениям мы с ними дальше не работали, потому что это наше было решение, мы решили расстаться. Насколько я знаю, Телетрейд обвиняет вас в том, что вы ведете информационную кампанию против них. Ваша кампания занимается пиаром, правильно? Да, я сегодня об этом сказал. Были опубликованы статьи, якобы от их имени, ну, наверное, я думаю, что это от их имени, где они жалуются на то, что мы занимаемся атакой на них, что раньше мы защищали их, а сейчас мы атакуем их. И еще раз говорю, что мы оказываем консультации группе обманутых клиентов, сами ничего не делаем, ребята все сами делают, они инициативно. Я просто, честно говоря, первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы пиар-компания участвовала вот в таких, условно говоря, разборках, вот ваше участие в этом процессе, потому что рядом сидит обманутый якобы клиент, ваша пиар-компания раньше сотрудничала с этой компанией, и сейчас я не понимаю вашу роль в этом процессе. А я вам скажу, у нас, если вы проанализируете деятельность нашей компании, рекламной компании Amelidius, то вы увидите, что мы всегда крайне патриотично подходили, ко всем вопросам, и организованные нами, моим партнером Эльвирой Гавриловой проекты, они всегда были направлены на поддержание имиджа нашей стороны. И когда к нам обращаются, у нас есть проекты социального направления, когда к нам обращаются клиенты за помощью, реальную помощью, безвозмездно, мы никогда не отказываем. Именно поэтому раньше нами, раньше нами, то идут в полицию, правильно? Смотрите, вы задаете мне вопрос, я на него пытаюсь ответить, вы меня перебиваете. Вы задаете вопрос, чтобы я ответил, или просто для того, чтобы задать его? Ну, отвечайте. Если вы перебьете меня еще раз, я не буду больше отвечать на ваши вопросы. Ну как, а зачем тогда вы устраивали пресс-конференцию? Зачем вы задаете вопрос? Чтобы я на него ответил. Это моя работа, да, давайте. Позвольте мне ответить тогда. Именно поэтому, когда мы работали с компанией Телетрейд, одной из наших инициатив, именно компанией Амелидиус, было создание благотворительного проекта. Был такой создан проект «Помоги», в рамках которого помогали реально очень нуждающимся людям. Это была наша инициатива, которую мы реализовали. И с момента появления нашей компании мы всегда помогаем тем, кто нуждается. И поэтому в данном случае мы точно так же не могли пройти мимо. И считаем своей миссией всегда помогать украинцам, особенно тогда, когда их обманывают, причем открытым образом. А вам не кажется, что это роль правоохранительных органов? У нас же правовое государство. Этим должна заниматься не пиар-компания, а правоохранительные органы. Расскажите, зарегистрированные вещи. Это наша личная позиция, внутренняя позиция. И поэтому мы ее всегда преследуем, а правоохранительные органы, конечно, должны заниматься своим. Я могу прокомментировать данный вопрос. Дело в том, что мы планировали, в общем-то, написать заявление в полицию. Но когда я попал в офис Телетрейда, и господин Шевчук, управляющий Одесским офисом, мне объяснил, что мы платим 5000 долларов киберполиции, можете обращаться куда угодно. Поэтому мы сделали выводы и обратились в компанию Амелидиус. Очень все просто. Посмотрите нашу прежнюю пресс-конференцию. Там я все об этом рассказываю. А то, что вы подписали у вас просто здесь юрист, это юридически правильно, что как бы добровольно дали деньги, Вадим взял, это не повлияет на суд, на ход действия? Это правомерно вообще так делать? Здравствуйте. Это не расписка, это договор, который был подписан изначально, как инвестирование. А расписку, к сожалению, мы не можем вам показать и комментировать тоже. Сейчас мы не можем. Почему? Ну, это один из документов, который мы собираем для доказательной базы, для обращения в правоохранительные органы. Если это, ну я просто еще раз повторюсь, я просто пишу статью об этом, если это не информационная компания, зачем делать там пресс-конференцию до еще судебных каких-то решений, до того, как вы даже еще, насколько понимаю, не подали никакой иск правоохранительные органы? Вы знаете, что публикация в следствиях массовой информации является основанием, в общем-то, для возбуждения уголовного дела. Дело все в том, что я еще раз хочу пояснить по поводу этой расписки. Ту сумму, которую мне предложили, это 10% от того, что я потерял. Делайте выводы. А следующая пресс-конференция о чем будет? О том, какие инструменты использует телетрейд сегодня для обмана клиентов. То, что мы показали, это то, что было раньше. Как действовали раньше. Вот этот проект, о котором я говорил, биржа трейдеров, его уже нет, его закрыли. Потому что было огромное количество исков, огромное количество уголовных дел. И поэтому телетрейд закрыла этот, прикрыла этот проект. Но организовала новый проект, подобный, интересный, более современный, технологический. Интересный, конечно, в кавычках, потому что все равно это проект по отжиму денег у населения в пользу конкретных людей. И у нас есть доказательства. Мы сейчас готовим правильно, образом, все это в видеоматериалы. На следующей пресс-конференции точно так же в видеоформате... Будут факты, естественно, да. Точно так же, как и были сегодня факты, которые я продемонстрировал. Но это не факт, это сюжет. Я вам как журналист скажу, это не факт. Вы видели конкретные статьи, я их указал. Вы видели конкретные обвинения конкретных людей. И если вы думаете, что национальные каналы Казахстана, национальные каналы Российской Федерации... Дело в том, что хозяин-то один и тот же. Это доказуема вся история. И есть реальный человек с реальной историей, с реальными фактами того, как он потерял деньги по вине этих мошенников. Я надеюсь, вам суд поможет. Это все факты. Богдан, расскажите, пожалуйста, еще про свою компанию. Я ее не нашла в реестре украинских компаний. Почему вы решили не регистрировать ее в Украине? Есть компания. Дело в том, что Amelidius – это торговая марка. Как и множество других компаний, которые, условно говоря, имеют торговую марку, но юридически называется не так. Это нормальная практика, когда любой какой-нибудь, условно говоря, банк называется, VAB, условно говоря, но юридически он называется совсем по-другому. Торговая марка Amelidius такая есть, она существует, она реальная. Но это торговая марка, а не компания. Есть реальная компания, конечно. В Украине? Конечно. Обратитесь с нам за услугой, мы вам выставим счет, и вы будете видеть, как мы называемся юридически, и куда, и как оплачивать. А, да, видите в реестре просто что-то нет. И тогда вы увидите, как мы называемся в реестре. Спасибо, Богдан. Пожалуйста. Спасибо большое. Мы обязательно ее анонсируем, думаю, совсем в ближайшем будущем. Я думаю, несколько, максимум неделя-две, и будет все готово. Постараемся, во всяком случае. Если внешние обстоятельства, карантин, и все нам позволят это сделать. Спасибо большое за внимание. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.